Все болтички, все вообще, смотрите. Рычаг вот этот маленький, и поэтому настроение хорошее. Чтобы у тебя не перемерзло никакое. В Владивосток все приключения начинаются. Если сто раз замараться успеет. Ё-моё, и морковника поймали. В капсуле живут сегодня. Но она и колом встает. Это такие мелочи вообще. На улицу лучше не выходить, потому что... Вон она, серебряная пуля едет. Вот он, солнце Владивостока. А я еду из Владивостока в Шкотово. Машина реально не планирует. Ребята, всем привет. Вы на канале Роман Го. И это новая история. Начинаются новые приключения. Новые путешествия. И, кстати, в эту часть, смотрите, салют у нас. Вы уже знаете, кто смотрит мой канал, что три машины я покупал во Владике в прошлом году. Но как машины. Многие скептически относятся кей-каре. Такая самая нижняя ценовая категория. Но хотя комплектации у меня были хорошие, да? Как у многих люксовых машин. Но многие скептически к ним относились. Типа велосипед с мотором и так далее. И сейчас я решил, я решился, наконец, приобрести автомобиль. Четырехцилиндровый, как минимум. Там полтора литровый. Предположительно, Toyota Fielder с полным приводом. С 16-го года уже в этом свеженьком кузове. Как всегда, это будет прям по низу рынка. Прям как это, по лезвию ножа пройдем. Но, возможно, еще по модели будут изменения. Если что-то придет, пока я еду на поезде. А я стою на фоне ЖД вокзала. На втором поезде я уже ездил. На 62-м я ездил. Это Москва-Владивосток. И сегодня еще третий вариант. Есть добраться из Сибири на поезде до Владивостока. Это восьмой номер. Омск-Новосибирск. Посмотрим его. И у вас уже будет окончательная картина по поездам, да? Сразу скажу, пацаны. По самолетам движуха такая. Без пересадок, удобный рейс. Вечером вылетаем, утром прилетаем. Есть за 21 тысячу. Ну, и то надо более-менее так заранее, за несколько дней покупать. Вот на самые ближайшие дни. Самый дешевый был за 21 тысячу рублей. И с одной пересадкой. Кажется, там почти 48 часов пути. Короче, жесть. Пересадки там бывают в Иркутске, в Красноярске, в Благовещенске, в Комсомольске. В общем, там жесть. Там жесть. Нормальных, выгодных рейсов нету. Я предпочитаю, чем 21 тысячу отдать на самолет, да? Даже если заранее напрямую бы взял рейс. Не говоря уже о том, что там ночевать в аэропорту. Я предпочитаю, ребят, как вот хотите, хоть кем меня называйте, сэкономить 12 тысяч, 13, да? На бензин, на резину, на еще что-то, да? Четыре дня почилить. Я накачал видосов. Мне надо сделать там превьюшек для новых видосов своих. В общем, будет чем заняться. В прошлый раз с ребятами ехали, тоже в картишки там играли. Нормально, нормально, время проведу. Куда спешить? Я считаю, что всех машин не успеешь пригнать. И нужно наслаждаться именно сегодняшним моментом. Именно вот этим моментом. Это и есть жизнь наша, да? Когда ты не то, что там бежишь, вот сейчас быстрее куплю, быстрее пригоню, быстрее продам, быстрее еще что-то. Нет, я живу именно вот сейчас. У меня 30-литровый рюкзак за спиной. Водички взял 5 литров, еще кое-что не влезло в рюкзак. Затарился хавчиком, сочни взял с творогом, дошиков. Настроение хорошее. На пояс не опаздываю этот раз, поэтому решил вам все рассказать. Вот он, Омск, Владивосток. Стоит больше часа. На четвертом пути уже через пару минут. Задержали, блин, на полчаса поезд. Вагонные споры, последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть колеса прыгнули сон. Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перо. Один утверждал, на пути нашим чисто. Другой возражал, не ташизм. Один говорит, мол, мы машинисты. Другой говорит, пассажиры. Первый раз вообще вышел из вагона в Улан-Удэ. Блин, морозяка такая. Ну, 15-20 градусов ниже нуля. Вон там что-то вагоны смотрят, проводники проверяют. Поезд вообще гибком, потому что праздники сейчас народу много. Вот сразу это наш поезд Омск-Владивосток. Это сразу же Москва-Улан-Удэ. И мы тут в западнефт такой стоим. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд, но надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо. А как сядем в него, так сойдем. Реально вызывают улыбку эти конструкции у всех. Вот еще такой красавец-тигр здесь тоже. Из подручных материалов подозреваем. Углем раскрасили. Вот такой красавец получился. Кошечка. Это у нас город Чернышевск. Морозный, минус 24 градуса здесь. Еще совсем недавно я на инбоксе здесь стоял, кумекал, что делать, как ремонтировать машину. А сейчас вот уже на вот этом замечательном поезде еду. В обратном направлении. Что сказать по поезду? Нормальный поезд идет долго, как второй по комфорту. Ну, обычный, самый обычный, ни души, ничего нету. Есть где-то там платные за 150 рублей. Но есть большой плюс по сравнению с 62 поездом, который быстро идет. Это розетки USB и обычные розетки под столом присутствуют везде. Кроме боковушек, только в этих отсеках, в основных. Вот. А так, конечно, по комфорту второй и лучше поезд. 62 быстрее. Это такая золотая середина. Народу вообще битком. Просто полный поезд. Ну, вот сегодня 10-е отшло. Наконец-то праздники кончились. Маленько поубавилось. Здесь хотя бы несколько мест свободных есть. Вот. Не, ну вот эти поделки, это вообще просто нечто. С этим, из-под бутылок, глаза, кука курортная, шарфики. Из подручных материалов, можно сказать, сделали. Там внутри елочка стоит в вокзале. Ну, то есть здесь такая душевная домашняя атмосфера. Стоянка поезда здесь полчаса. Вон нам локомотив меняют. Кафе Натали. Утоли мои печали, Натали. Во-первых, кричал, нам открыта дорога нам много, нам много лет. Второй отвечал, не так уж и много, все делается не на билет. Во-первых, кричал, куда хотим, туда едем, не можем, если надо свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложит путь. И оба сошли где-то под таганрогом, среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с прибытием. Желаем вам хорошего. Один, ребята, скажу я, наверное, на верхней полке я больше не поеду. Четыре с половиной дня, потому что это жесть вообще. У меня сотрясение мозга, блин, случилось уже от этого, от тряски постоянной. Вот он морской вокзал, ЖД вокзал. Когда на нижней полке едешь, хотя бы можно выбрать сидеть, лежать. А на верхней это вообще жесть. Тем более соседи сейчас такие, даже не здороваются, когда приходят. Хотя ехать три дня там вместе. Вот он, солнечный Владивосток. Где-то здесь уже меня должны ждать. Вот она, серебристая пуля. Серебряная пуля. Ага, приветствую. Обклеили, чтобы у тебя не перемерзло ничего, чтобы камни не перемерзли. Блин, ну это вообще от души, конечно. Это без денег. Не, если что, я готов платить. Нет, 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 так не делается. Я бы там спросил, надо тебе обклеить или нет. А поскольку это бесплатно, поэтому я и не спрашиваю. Мы всем делаем наши, ребята. А, вы всем делаете, да? Сейчас зима. Ну да. Посыпают дороги камнем. Вот ребята ехали крупные, ну мелкие камни. Ну да. Отбивают капусты. Ну вот по сколам у меня в принципе не появлялось две машины, я ничего не делал. А вот с морозом была проблема. Тут вроде так ничего. На кейкаре. Если нужно будет, подрежешь отверстие. Ага. Под туманки или под чё? Нет, мы под туманки не включаем просто. Ну, чтобы они не перегрелись. Ну понятно. А если вдруг потеплеет где-то, перегрев или что? Ага. Ну пока минус 15, не должно быть. Даже у нас-то. Оттуда поедешь, там опять 40. Ну да, там жестко. Здесь-то у вас хорошая вообще погода. Солнышко светит. Так, ну ясно что. Давайте посмотреть можно, да? Туманки поставили, морду заклеили. Кнопочка на туманке, вон она. А вон там, да? Ага. А так у них родная вот здесь, да? Всегда на гитаре. Всегда на гитаре. У некоторых моделей вот здесь она стоит? Нет, это так же китайские ставят, когда. Нет, по-моему на Сузуки на каких-то стоят. Может быть. Но на Тойотах всегда на гитаре. Ага, всё понятно. А это чё-то устройство какое-то? Это... В Японии там скорость, время. Там вот этот есть, этот видеорегистратор японский ещё. Ну-ну-ну-ну-ну. Ничего себе. 125, да, у него пробег? Сколько было? Ага. Как на аукционике. Так. 4ВД, все дела. Минус 7 показывает. Салончик, в принципе, ничего такой хороший. С прикуривалкой. Вон петарда даже есть. Вот туманки ребята установили. Это какой-то режим B вообще непонятный пока мне. Конечно, по сравнению с Кейкаром, ключик уже этот, уже попроще. И здесь попроще вот это всё. И камеры нет заднего вида. Но зато 4 цилиндра. Вот. Более 100 лошадей. Первая нормальная машина у меня. С правым рулём. Ещё и полный привод. Но они более ржавеи, да, идут полный привод? Ну, это побольше. Они северный регион, потому что... Да, и в Японии дороги поливают морской водой. Ага. А она с какого города? С Токио? А в аукционике надо посмотреть. Ну, здесь всё круто. Всё классно. Всё чистенько, беленько. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть жёлтого есть. Это всё мелочи. Мелочи жизни. Колёса летние, с которыми предстоит ещё повоевать. Какие-то мелкие, мелкие коцки, конечно, есть, царапульки. Видимо, на серебристом они не очень полируются. Вот, родные наклеечки присутствуют. Сзади уже подлокотничек. Ремни. Вот, 2016 год. Чистенькие, беленькие. Кстати, здесь вот белые эти, белые болты, даже не ржавые. Ну, вот колпаки немного пескоструйные. То есть, не совсем уж поржавчение здесь так всё плохо. Ого, какая здесь система. Чё-то новенькое. Чё-то новенькое уже как-то по-новому сделано. Полочка в наличии. Это радует. Здесь всё есть. Так, здесь как. Крюк. Это колёса снимать. Это для домкрата. И сам ещё домкрат где-то, я думаю. Вот он, сам домкрат, компрессор. На этот раз у меня и компрессор есть, и какой-то вот, какая-то штуковина, ничего себе. Это герметик, да, такой? Да-да, в этот раз не украли. Ну да, мне в прошлый раз пригодился бы компрессор. Это юмор. Да, вот они там не нужны. Да я понимаю. Да можно на дроме по 500 рублей продаёте. Мы? Это юмор. Так. О, как в аутбеке у меня эта штука. Это сиденья складываются, да? Да. Серебряная пуля, значит, будет у меня сейчас. Так, что там снизу у него? Снизу? Тоже не так уж и жёстко. Особо всё чёрненькое, чуть-чуть глушак там и всё. Полты, всё красиво. Ну чё, я вам денег должен там рыть? Да. Вообще-то... Чуть-чуть, да? В банкомат поедем? Или как вам? Перевести? Сейчас мысль наличных нет. У нас вообще так нам по времени не поможет. Да? Аккуратно. Я вижу. Ничего не вышло у вас новенького? Нет, пока. Пока не ждём. Обычно каждый год таможня работает 5-го, 6-го, выходит 4-го. А в этом году отдыхали по 10-ое число полностью. Вообще не включались в работу. Он даже и работает. Ничего себе, навигатор этот. Круто. А чё будет? Ну, не знаю. Может, у них это, у японцев там свои какие-то системы. Нет, нет. Иногда бывает флешки нету. Ага. Японцы вытаскивают. А так обычно всегда они рабочие. Клёво. Ещё одна видеокамера. У меня этих видеокамер куча. Ещё одна. Клёво. Да я так вот ещё бы одну машинку посмотрел. Ну, может, на начало февраля. У меня ещё товарищ спрашивал, там, Филдер 18-го года. У вас такие бывают? Нет, мы практически не 8-го. Это уже дорогостоящие машины. У вас 16-й год, да, в основном? 12-й, 12-й. 11-й, 9-й, 16-й. А почему вот этот Филдер, который 12-го года, он же старый кузов, а стоит, ну, не намного дешевле, чем вот этот? Ну, такая цена. Ну, он не старый кузов, он 160-й кузов. Ну, вот первая модель. А, я думал, это 140-й, да? Есть, это 40-й, 220-й тоже есть. А, они две модели, да? Переходной. А вот этот аэротурер, который, это какой? 160-й был. Это 160-й был? А я думал, это старый кузов. Нет, нет, просто первая модель. Это вторая модель, 160-й. А, типа рестайлинг, да? Это рестайлинг, да. А то первая модель, аэротурер. Блин, мне еще и изучать, не переизучать. Он G-шка, так он был G-шка на весе, на литье. Он был на климате. Это таксовый, он был на климате. Угу. Блин, а колеса выкидываете, да, или как? Вроде на фотках были колеса? А, колеса бывает и правда выкидываем, чтобы не растамаживать. За растаможку колес, то есть мы никакие криминальные схемы не применяем. Цена за растаможку бывает космическая. Ну, выкидываем. Понятно. Там везде пасмурно было, тут у вас солнечно. У вас всегда так солнечно? Зимой, да. Летом часто пасмурно. Ну, вот зимой, вот январе на летней резине можно гонять, да? Вчера снег был. А, вчера нельзя было, да? Ну, да, вчера, да, вчера был снег. Ну, сегодня все, дороги палили, почистили, все. Блин, повезло мне опять с погодой. Я надеюсь, уже следующая машина уже на зимний будет? Они с какого? С декабря там начинают? По закону подлости они начинают на зимний приходить летом. Ну, вот я помню, я летом покупал, да. Это вот, я не знаю, как это работает, но это правда так. Зимой не допросишься, а летом начинают приходить на зимней резине, а на рынке все начинают спрашивать, а летняя резина есть? Ну, ё-моё. Вам бы её консолидировать, если бы вы её брали и так менять? Ну, там надо как-то, это надо заморачиваться, там с растаможкой какие-то дела, нам это не нужно. А вот эту машину вы не помните, когда вы покупали там в Японии? Сколько? Два-три месяца назад. Два-три месяца идёт, да? По-разному бывает. Ну, в последнее время очереди в Японии долго идут. Много желающих, да, приобрести японский автомобиль? Да. Или они на разные страны идут, не только к нам? Нет. Мы же говорим только то, что на Россию идут. Наши пароходы идут же только к нам. Они действительно на разные страны. Покупатели правого руля, это кто? Россия, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания. Ну, туда хорошие такие свежие машины идут. Африка, Россия. Понятно. А вот эти филдеры белые, которые, допустим, вот, которые у вас там стоит сейчас, он белый обычный, как в пробокс белый или перламутр? Нет, конечно. Обычный. Ну, серебристый, конечно, поудачнее, цвет так смотрится. Это серебряная пуля у меня будет. И спросом больше пользуются серебристые. Ну, вообще цветные, да, наверное, более... Когда вы закинули задаток, в этот день еще двое человек звонили и просили перепродать им. Офигеть. Потому что серебро. Были белые еще, несколько белых. Я тоже, да. Все хотели серебро. Ну, мне Дарья скинула фотку, вот эту первую, сзади. Там еще солнце так светило. Все, я сразу упал. Серебро. Там где стоял, там упал. Серебро пользуется больше спросом. Белый перламутр, это, скорее всего, чтобы был... Ну, то есть, это иксовый, я уже говорил, да? Какая-то более бедная комплектация. Перламутровый, а не джишки, скорее всего. Там цена будет тоже другая. А еще два года назад вот такой филдер был в богатой комплектации. Шестнадцатый тоже год. Ну, два года назад, шестнадцатый год. Ага. И мы его отдавали в шестьсот тридцать, что ли. Ё-моё, лучше бы вы это не говорили. Нет, ну это ценники просто какие были. Сейчас буду лох тебя вызывать. Фитшаттлы. Фитшаттлы. Мы раньше продавали три года назад первый фитшаттл у нас прикатил. О, полицейские на марке, ё-моё. А что удивительно? Жесть. Почему? Ну, я как бы видел уже, на крау не видел, правда, но каждый раз я так удивляюсь, потому что у нас вообще нет такого. У нас на жигуляторах, на каких-то там... Не, ну сейчас у них по госзакупкам, что им покупают Шкоды, Водъезды, так и есть тоже. А раньше покупали, что местные были. Ага. Эти машины у них по десять лет. Я ничего не запрещаю, там нормально, да? Да. На марке так круто там ехать на сто десятом. В общем, первый шаттл три года назад мы оптом отдавали по четыреста восемьдесят тысяч. Сейчас тяжело взять его, чтобы даже здесь шестьсот пятьдесят, а оптом разрывают. Ага. Тяжело взять, даже в шестьсот пятьдесят, чтобы. Ребята, рассказываю по поводу цены. Этот филе, эта серебряная пуля, будет стоить в Новосибирске, ну, где-то чуть более миллиона. То есть можно с уверенностью сказать, что эта тачка сделает меня в очередной раз миллионером. И хоть вы можете и не успеть стать обладателем этой полноприводной ласточки в Сибири, потому что пока я там все это буду монтировать, выкладывать, его просто-напросто могут купить. Но это не беда. Сейчас я запускаю новый сервис, буду пробовать такой вариант, как пригон уже под конечного хозяина. Если, допустим, вам нужна машина, тот же Toyota Fielder, Toyota Wish, Honda Freed, любые популярные марки, как всегда, с прозрачной историей, с Aliada, со всеми этими делами, без проблем можете обращаться ко мне либо в Instagram, либо на электронную почту, которую я проверяю просто мгновенно. Этот сервис поможет мне чаще путешествовать, вам он поможет приобретать машинки, как всегда, по низу рынка. Вы сами знаете, цены очень приятные. Даже сейчас, несмотря на то, что курсы валют просто взлетели, вот этот даже Fielder по Сибири, просто в радиусе тысячи километров, такого Fielder просто не найти. Я имею в виду, это прозрачный вариант с небольшим пробегом, в родной краске и так далее. Все, как мы любим. Так что пишем, не стесняемся. Ну все, можете меня поздравить с приобретением такого автомобиля классного. Блин, Toyota Fielder. Туманочка, включать не буду. Посмотрим, что значит настоящий автомобиль. Сикикар, как кто-то говорит, не настоящий. Вот, USB, AUX, все классно в дорогу у меня. Прям вообще супер. Сейчас у меня в первую очередь поиск шин идет. Нужно решить вопрос с шинами. Завтра с утра я хочу, ну не с самого утра, завтра сначала хочу на авторынок сходить, посмотреть там ситуацию, погулять. И где-то часов там в один с двенадцать уже стартануть. Машина уже должна быть полностью готовая. Все масла должны быть проверены, все жидкости. Все уже переобута должна быть. Все, в общем, укомплектовано. Припарковался в ближайшем законном месте, чтобы никто меня не дергал отсюда. И вот сижу сейчас выдергиваю. Ребят, в комментариях вы мне подсказывали, где купить шины. Вот когда N-Box я покупал зимние. Вот в Уссурийске сейчас на краснонаменную я звоню, обзваниваю в магазины. Значит, у всех комплект около 14 тысяч стоит китайский. И Maxis там есть еще 15 с чем-то. Плюс тысяча рублей переобуть. То есть новые шины сюда поставить будет 15 тысяч вместе с переобувкой. Именно китайские. Но вы же меня знаете, у меня такой есть азар, такой спортивный интерес, что по минимуму вложиться. Потому что смотрю видеоблоги, смотрю, как ребята ездят, покупают по 15-20 тысяч комплект. Просто у них колеса там, что-то случается с ними, да, на выброс. То одно колесо у одного парня, вот Павел ехал, смотрел его видосы. У другого два колеса на выброс. В яму залетел, там, в жесткую вообще просто, там, боковые пробития такие, знаете, порезы получились. Дорога всякая бывает. Она по-разному может накажать. В прошлый раз я купил тренажки на штампарях с нормальным протектором за 4 тысячи рублей. Ну, 4 500 там или 5 было в объявлении. Но в итоге 4 я за них отдал. Есть за 4 тысячи во Фроловке. Вот прям с Тойоты Аксио, прям с Короллы, прям как вот отсюда, да. На штампарях нормальный протектор, все. Но они, блин, во Фроловке. Это жесть вообще. Человек не может сюда, ну, говорит, надо во Владик, но сегодня не может приехать. Вроде как-то через автобус там сейчас узнает он, как можно, нет. Все, чтобы до завтрашнего утра я их получил. Это плюс огромный, что мне же за шиномонтаж мне надо было платить. И они сами стоят 4 тысячи. Ну, за доставку там тысячу я заплачу. Вот размер, вот реально, таких колес куча на западе России. Я смотрю, от Kia Rio, от Hyundai Solaris можно на литье. На литье, на классном, на серебристом, на обычном, не каком-то колхозном литье. Взять за 12-15 тысяч комплект. Пусть это будут там не все шипы. Тут вообще о шипах разговор не идет. Тут у всех липучка. Тут же на Владивостоке, вот не знаю, с Японии вот эту резину возят. Видимо, не знаю, просто здесь цены не подступятся. Либо все разбирают, непонятно в общем. Но буду, я буду искать дзен, буду искать. Но на крайняк вот 15 тысяч заеду, блин. Скрип, в слезах весь ждать буду, но за 15 тысяч поменяю. Смотрите, классно какое у меня здесь, все розовенькое. Ну, на первый взгляд, вроде кажется, что за фигня, да, вот эта розовая. А так я смотрю, ключ зато не потеряется. Вот его прям издалека, издалека видно. Ладно, продолжаем поиски. Так, посмотрим, что тут есть у нас хорошего. Это у нас на экранчик, не на то посмотрел. Это на экранчик, на вот этот какой-то GPS трекер или что это. Посмотрим еще. Ну, вот он скорость показывает. Не знаю, что за девайс. Это на видеорегистратор. Книжечка. Это на автомобиль Toyota Corolla Fielder. Книжечка японская подробная. Блин, классно вообще, вот когда вот эти все книжечки. Мне нравится это все. Это на родную магнитолу. Ну, то есть, есть вообще все полностью вот на родную магнитолу. Хоть она и простенькая, но AUX с USB есть. А что еще надо для счастья? Вот, по сути, вот эти с экранами магнитолы, да. Ну, вот я пользовался, вот три машины, допустим, я взял. Этот экран, ну, он только поскольку вообще там. Единственное, камера заднего вида там работает, да, в нем. А вот так, чтобы я там кино какое-то смотрел или фильмы там. Даже я думаю, думал на каждую машину, так, надо скачать какое-нибудь кино. Хотя бы презентационное, ну, даже когда машину показываешь, круто, да, когда там машину заводишь, а там, допустим, на инбоксе, инбокс бы ехал, там, про него там какой-то рассказ, презентация. Ничего этого не было, ничего я не сделал. Конечно, камера заднего вида, это приятный, приятный бонус. И смотрится гораздо богаче вот этот экран. Но вот чисто вот в таком юзерском качестве, тем более здесь кнопочки все, смотрите, они просто все здесь, ни одной затерты, ни тут такое ощущение, что он прям новый здесь. Но я не думаю, что он менее, да, потому что вот эта японская, эта штука, если бы на барахолку купили, сами понимаете, да, вряд ли там какие-то инструкции бы давали. Так, тут какие-то желтые еще японские штуки. А это на карточку, тут эта, блин, карточка, она где-то будет. Постоянно тетенька это разговаривать, я не знаю даже, где она. Здесь где-то я ее видел, где-то она глазам мне попадалась. Может быть, это она? Современная такая. Сколько меня подперли? Тут, блин, и масло-то не проверишь как следует. Ну-ка, летние шины посмотрим. Какие они жирненькие стоят, нет у меня? Йокогама. 20-го года летние шины, блин, вообще космос. Маленько на пригорочке стоит, потому что, хотя бы цвет посмотреть. Ну, вроде как это не сильно темное, по крайней мере, не мазута. Все болтички, все вообще, смотрите. Просто вообще все, каноль, маноль. Я так верю, только нового я такое увидел. Понятно, что тут чуть-чуть, вот здесь что-то желтенькое, это такие мелочи вообще. Так, а мувашка, интересно, есть? Надеюсь, сюда у меня комплект колеска влезет. Четыре колеса вот эти, 175 на 65. Вот так поставить, полочку убрать. И все, чики-пики, чики-бомбони, как говорится, все будет. Тут вот крючки все эти есть. Все четко вообще. Вон она, серебряная пуля едет. Просто пронзает воздух, смотрите. Тут вот так все горная местность, все так тесно. Надо посматривать, внимательно быть. Ё-моё, а тут что, тут односторонние или как? Тут, похоже, нельзя проехать. Прикиньте, на летней резине вот в такую эту, да? В такую горышку спускаться, там еще грузовики. Надо мне на заправку поехать как-то. Офигеть очередь на заправку, просто жесть. Тут, смотрите, расход не показывает, что ли? Ну-ка, посмотрим. Trip. А, нет, показывает все, извиняюсь. А то я думал, придется высчитывать дедовским методом. Ну, можно и дедовским посчитать, сравнить. Я не знаю, что до очереди стоять такой, нет? Бензин каждый раз дороже и дороже. Уже здесь уже 80-й стоит 43-48. Летом 92-й чуть дороже стоил, практически столько. Уже 92-й, 49-80, кажется, 50 рублей уже 92-й стоит. А 95-й, 55 с чем-то. На улице сейчас минус 12 в Владивостоке. Но на улицу лучше не выходить, потому что это очень холодно. Это просто очень холодно. Такой мороз, ледяной такой ветерок, просто коварный. Офигеть, с разгона заезжает, сигналит, чтобы пропустили. Тут, конечно, да, веселые вот эти дорожки. Нифига у него шины проминаются, его чем-то нагрузили. Я на такой очереди ни разу не вот реально стою, уже темнеет. На такой очереди никогда не стою, вообще никогда не стоял. Я бы не стоял, просто сейчас делать нефиг. Я там по шинам жду ответа от человека, да, который меня больше всего интересует. Поэтому я, это вообще дичь, конечно, вот так вот стоять 30 минут в очереди. Я бы лучше на Нунейме на ком-нибудь заправился. Ну, а еще лампочка горит, как бы надо заправляться. И все равно ждать надо, поэтому. Ну, конечно, тем, у кого бак с правой стороны, здесь намного легче, вот смотрите. На 1700 он влезло. В общем, по колесам человек ко мне едет из Фроловки, а я еду из Владивостока в Шкотово. Я посмотрел 75 километров, туда-сюда у меня получится 150 километров. Заодно протестирую машинку, посмотрю, что как. Ну все, вперед, Владивосток, все приключения начинаются. Море японское вообще такое, только что-то полузамерзшее какое-то, что ли. Корабли вон там ходят. Блин, движуха здесь идет морская и автомобильная. Вот этот магазин, ребята, это просто убийца местечковых всяких небольших магазинчиков строительных, которые завышают цены в два раза. Это просто киллер. Такие магазины здесь на вес золота, вот сетевые российские, общероссийские, да. Это то место, где ты можешь просто, ну вот это, в городе Артем, ну практически на выезде, ну немножко круголя придется дать, да, если заехать. На выезде, допустим, подготовить машину можно, купить материал, там вот, купить скотч, купить там отвертку с гаечным ключом. Не в три дорога, да, отвертку там за 30 рублей можно купить, гаечный ключ там за 40, наверное, да, на 10, там, допустим, так, в дорогу. А я накачиваю, что? Ага, то есть сейчас я обуюсь, да, и все. А мыть только я не успел. Да, а что мне мыть, мне ехать, да, они сто раз замараться успеют еще. Ну так они все одинаковые, да? Я чуть пили все, я покупал вот тоже беспробежные. Ага. То есть из Японии комплект привезли, я тут проездил зиму одну, отходил, снял. Японский, ну все, отлично. Вам денежки можно перевезти? Ну что, ребята, поздравляйте. Вот мои колесики, купил. 195 на 65 на 15. Короловские вот эти диски. Чуть пошире, здесь 175 родной размер стоит. Чуть пошире, но протектор хороший. Протектор вообще огонь, японская липучка. Блин, это подарок вообще. Я просто раз тренажки купил, еле-еле. И то там одна штамповка отличалась. За эти же деньги. Ну протектор плюс-минус такой же был. Но там вот окусенькие, а тут нормальные уже колеса от нормальной машины. Тут на домкрате рычаг вот этот маленький. И поэтому тяжело, а то крутится. Нифига тут барабан огромный. Первый раз таки здоровый вижу. Даже на паркетниках меньше, где барабан на тормозах. Но она и колом встает. Только бедаль прижмешь, она прям по колам. Машина реально наклонилась аж. То есть чуть пошире резина, она уже и повыше получается. Потому что 60% уже от 195 идет. Уже сейчас будет мини-джип. Влазят колеса вообще просто за свистом. Еще пятое влезет колесо. Есть вот такое 175 ширины. Может быть даже и в 100 пушку здесь составлю. Не знаю, с этим еще поиграюсь. Вот. Ну все, миссия успешно завершена. Вот это колесо что-то слабоватое, да? Барабан, подкачать. Да я все, наверное, подкачаю. По табличке 2.2. 2.3, 2.4 накачаю. Ой, понимаю, вот сейчас трудно монтажников, конечно. На кейкаре вообще, как на велосипеде, меняется. Все очень легко. Здесь, конечно, пожестче. Офигеть, засада. Ё-моё, и морковника поймали. Там сплошная, короче, была. Ну то есть тут Рэта работают, ребята. Необычный отель я забронировал. Капсульный. Буду в капсуле жить сегодня. Буду в капсуле жить сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok